Пишите в чатах, если есть вопросы, если есть возможность включить микрофончик, можете включить микрофон и задать вопрос. Здравствуйте. Виталий, у меня вопрос по поводу стейкинга и депозитов. То есть все, кто успеют зайти на депозит и стейкинг до 31 декабря, у них сохранится эта доходность в течение следующего года? Или она у вас подняется? Вот смотрите, сейчас, так как времени очень мало осталось, сейчас этот вопрос решается. И я думаю, на следующей презентации я прям уже конкретно отвечу на ваш вопрос. Потому что уже много было вопросов по этому поводу в личку. Вот, и на следующей презентации дам конкретный ответ. Хорошо, спасибо. Так, партнер поставил некую сумму на стейкинг, он получил доход в токенах. Можно ли будет обменять эти токены внутри компании по 4 доллара, или их можно будет продать только на бирже в бинаре? В бинар партнер не пошел. Хорошо. Смотрите, здесь не обязательно идти в бинар. То есть депозит, он как бы просто, да, то есть вы занимаете место в бинаре. То есть депозит это как бы одно условие. И обменять внутри биткор капитал, как вы говорите, по 4 доллара, возможно только на повышение процента по депозиту. То есть, соответственно, у вас должен быть депозит в бинаре, как вы говорите, да, открытый депозит. И вы можете за счет этого увеличить процент. Другим образом, то есть если вы зарабатываете, то есть доход получаете на стейкинге, вы выводите эти токены уже на биржу и продаете их на биржу. Всем привет. Всем привет. Да я просто хотела всех поздравить с первым днем. Инвестирование, денежки, все, работать пошли. Все, я вас тоже поздравляю, это отлично, что уже многие начали работать и, соответственно, получать доход вместе с компанией. Ну все, сделаем все, что можно для вас. Для нас, для всех, не для нас. Я говорю, то есть сообщество – это как бы неотъемлемая часть, и компания не может существовать, ну вернее, продукт не может существовать без сообщества, и, соответственно, сообщество не может зарабатывать также без продуктов, которые представляет компания. Поэтому здесь мы в единой связке и можем существовать и развиваться долго только благодаря вот этой, так сказать, синергии и работе вместе. И я в этом, соответственно, очень убежден и уверен. Добрый вечер. Виталий, огромное спасибо за старт, наконец-то дождались. Люди уже знаете просто как это, сникли. Здесь Галина в чате задает вопрос, где кроме стейкинга можно использовать токен? Для получения пассивного дохода нигде, только на стейкинге. Токен можно будет использовать в обмен на продукты и услуги на маркетплейсе. Также будет еще дополнительно внедряться программа, автомобильная программа, программа по недвижимости. И там тоже можно будет использовать токены. Но те токены, которые, соответственно, у вас есть, либо которые вы купили, купите. А чтобы получать пассивный доход, только стейкинг, конечно. Ну и же тоже можно будет заходить на платежной системе, правильно? А, на платежной системе, да, 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 все верно. На платежной системе тоже можно будет это сделать и получать от транзакций. Виталий, я этот вопрос задавала уже в чате, я от Exchange, но я хотела бы, чтобы чувствующие услышали, а то вопрос повторяется. Человек вот сейчас зарегистрировался. Он ждет стейкинга, активирует 50 долларов, а потом впоследствии там запускается биржа. Он подает какое-то количество и хочет поднять свой, сделать апгрейд до 150. Ему нужно будет вот к тем 50 добавить 100 и может сделать апгрейд вот на 150, правильно? Да, все правильно, да, разница. Спасибо. На каждый следующий пакет, вернее депозит, вы платите именно разницу. Можно вопрос? Да, да, конечно. Да, всем добрый день. Тоже хочу всех поздравить с открытием платформы. Да, и вас, Виталий, поблагодарить за презентацию, очень все доступно и понятно. Спасибо. Да. Ну, у меня вопрос, в принципе, там к Руслану был, он рассказывал про коллаборации с какими-то другими компаниями. Вот, а хотел рассказать про свою поездку во Вьетнам и там в другие страны. Вот, но пока его нет, вы скажете, для СНГ это будет одна платформа, ну, то есть Россия, Казахстан, Украина, да? А для других стран у них будут отдельные платформы или они тоже будут на этом же сайте, что и мы? Конечно, конечно. Платформа единая, международная, для всех абсолютно, с единой базой, с единым, соответственно, маркетингом. Понятно. Ну, еще там Руслан говорил про запуск биржи или это он шутил, хотелось бы у вас уточнить. Биржа работает? Там он говорил, наполняется ликвидностью? Да, биржа, она практически разработана, то есть там остаются последние уже правки и, то есть в основном там сейчас работают дизайнеры уже над дизайном биржи и, соответственно, будет доступно в ближайшее время, ну, в ноябрь месяц, например. Не, ну, если там дизайн остался, то, может, еще и в октябре получится, то же такое дело. Ну, да, мы, как бы, так обычно торопим события, потом, соответственно, все ожидают сроков тех, которые все хотели бы видеть, но порой, соответственно, сроки немного откладываются, поэтому октябрь-ноябрь, да. Ну, поэтому вы говорите в ноябре, а мы предполагаем, что это будет... Предполагаем, что возможно, да, но, скорее всего, наиболее. Да, хорошо, пока все понятно по маркетингу, все ясно, все, благодарю за презентацию, спасибо. Часто в чатах задают вопрос, где можно ознакомиться с дорожной картой компании. Дорожная карта, так сказать, ну, в минимальном, так сказать, понимании, которое есть у нас, да, то это есть на сайте, насколько я помню, да, то есть какие продукты следуют уже в ближайшее время, более продробно дорожная карта будет, ну, расписана чуть позже уже с выходом биржи. Нет, ни других продуктов. Так, можно ли приобретать несколько бизнес-пакетов или только апгрейд по возрастанию? Нет, можно покупать несколько, как бы, одинаковых, так сказать, депозитов, да, то есть несколько депозитов на 150 долларов. То есть можно это делать. Либо на 500. То есть не обязательно делать upgrade. Можно, соответственно, их параллелить. Стейкинг запустится раньше биржи, да. Я думаю, что в ближайшее время мы очень побыстрее постараемся запустить. Давайте дальше. Виталий, еще сегодня вы никак не упомянули повышение процента на депозит за счет токена BTCC. Так, да. Ну, это да, это будет доступно. Я думаю, в момент, когда как раз будет доступен стейкинг, это потому что реализуется, так сказать, в одной вкладке. И, соответственно, буду об этом упоминать. Но если сейчас, так вкратце, да, что, например, если вы хотите повысить процент по депозиту, вы можете, так сказать, застейкать определенное количество токенов, которые у вас будут видны в вашем личном кабинете. И, соответственно, токены, они будут обмениваться уже на USDT. И из расчета 4 доллара. И они будут приплюсовываться к депозиту или как? Да, они будут приплюсовываться к депозиту, и вы уже будете вводить, соответственно, именно депозит на USDT. Все, понятно. Ну, я так, Марин, я тут подправлю. Я так понимаю, что повышение процента просто ускорит нам получение 250%. Правильно, Виталий? Ну, здесь вопрос же в чем? То есть, во-первых, ускорит повышение, это весь процесс, а в другом смысле это, как бы, получается обмен токенов уже на доллары. То есть, в основном, как бы, идея заключалась в этом, чтобы токен можно было перевести в доллар. Ну, еще тогда такой вопрос. Если у меня депозит 500 долларов, и я определенное количество токенов сюда, на платформу, для повышения процента, я же все равно получу в конечном счете только 1250? Вот этот вопрос. А, ну, конечно, да. То есть, максимально в любом случае не меняется, просто у вас сохраняется, вернее, сокращается время, и вы можете, то есть, делать как-то реинвест. Не в течение года, допустим, а в течение 10 месяцев я могу выбрать 10 месяцев. А токены можно будет добавлять в определенном соотношении? Например, если депозит 500 долларов, а токенов я, например, на 3000 долларов я могу добавить туда? Или будет какое-то ограничение, например, не больше, чем размер депозита первоначального? Ну, там же, да, то есть, будет рассчитываться, исходя из депозита, то есть, и процент соотношения, то есть, ну, вы сами можете примерно прикинуть, да, там, сколько, если у вас депозит 500 долларов, сколько вам нужно токенов для того, чтобы увеличить, там, на 4%, да, там, или на 2%. То есть, ну, сейчас условия, они будут, ну, уже, наверное, на следующей неделе более подробно, и вы будете уже больше понимать. Так, для получения пассивного дохода с биржи можно будет замораживать токены с самого старта биржи или в любое время. Насчет биржи, давайте будем дожидаться выхода биржи, то есть, сейчас у нас стартовала платформа Bitcore Capital, все вопросы по ней, а вот уже, соответственно, по бирже будем задавать, ну, уже, когда будет продукт готов и когда мы уже о нем можем говорить. Сейчас предлагаю лучше пока не мешать, и, соответственно, потому что и у нас также, ну, как бы, есть определенная информация, которая будет выдаваться, ну, в свое время. А я вам задала каверзный вопрос в чате. А, можно на золотой треугольник? Да. Ну, в принципе, если, как бы, ну, это не запрещать, то есть, если есть возможность развивать золотым треугольником, то ваши... Не, ну, чтобы вы не заблокировали, я решила спросить. Нет, нет, нет. А, ну все, окей. Если вопросиков нет, давайте тогда будем завершать нашу сегодняшнюю, уже официальную, первую презентацию, будем, соответственно, встречаться почаще, вот, информацию. И еще, да, что хотел сказать, вы получаете информацию, сейчас все знаете, что создан официальный канал, именно канал платформы Bitcore Capital, где будет, соответственно, вся важная информация, поэтому из той группы, где в основном сейчас есть все партнеры, вы переходите, пожалуйста, на канал, подписывайтесь и будьте, соответственно, в курсе всех новостей. Я также надеюсь, что вам очень сильно понравились наши промо-ролики, те два, которые уже вышли. Вы, конечно, можете их использовать для своих целей, передавать своим партнерам, промотировать и, соответственно, приглашать к нам в чат и в наши, соответственно, интернет-ресурсы. Да, Виталий, ролики вообще классные. Я когда смотрел два ролика, когда я закачал на свой YouTube, ну, очень грамотно написано все четко, вот побольше таких роликов разные, когда будет там по стейкингу, допустим, потом по бирже, да, то есть, ну, очень классно. То есть, человек понимает уже, куда попадает, и, ну, там все коротко и понятно. Ну, две минуты, все на побольше разложены, так скажем, крутые ролики. Да, спасибо. Вот еще есть вопрос. Когда будут известны 50 счастливчиков? Вот мы планировали действительно сегодня, но сегодня столько работы, старт, в общем, столько наслоений, просто технически уже никак не успевали. Поэтому, ну, ближайшие дни точно сделаем, потому что регистрации идут, и, соответственно, этих счастливчиков мы зарегистрируем на платформе. Ждите, информация появится в канале. Все, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на все интернет-ресурсы и следите за нашим развитием. Все, всех благодарю, всех спасибо за внимание, до следующих встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok